Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Странсфорт примерно аналогичный, потому что они известны контактными связями с сообществом США. Это уже известный общий местом фактор перечисленный. Насколько я помню, там должно быть говорится о том, что вероятность конфликта Винка. И в качестве мотивов тоже указывается то, что мы все знаем. То есть это стремление Азербайджана получит сухопутный КВД через территорию Армении. Ну и факторы, которые там перечисляются, там еще отсутствуют границы, отсутствие мирного договора между сторонами. То есть это перечисляется американской стороной как факторы, которые пока что отбирают на Абрике. Это не фиксируется, как бы эти причины. Причем там в одном месте упоминается, что переход с Нагорного Карабаха по контролю Азербайджана понизил. В то же время говорится и о повышении вероятности, но говорится об этом в комплексе, в контексте, в связке с требованиями Азербайджана по коридору. Ну то можно какие-то предположения сделать, связанные с тем, что возможно имеется в виду, что то, что Азербайджан взял под свою контролю Нагорный Карабах, позволяет теперь полностью концентрироваться на требованиях непосредственных благосовердений, которые у них есть. Что касается вопроса о том, почему по их прогнозу будет возможная конференция на среде ограниченный характер, тут уже, мне кажется, это связано с тем стилем, скажем так, действий, который Азербайджан в последние годы применяет, то есть стремление решить ограниченным, какими-то средствами ограниченным относительно локальным давлением. Это связано с тем, что, мне кажется, в первую очередь, что Азербайджанская сторона стремится, если и осуществлять применение силы, то сделать это быстро и таким локальным образом для того, чтобы избежать наслажденного толпения, наслаждения санкций и какой-то реакции международного сообщества. Кроме того, там, мне кажется, и проблема ресурсов тоже, потому что, наверное, там, как раз, как раз, очень крупномасштабная операция против Армении и длительный, натяжной конфликт, мне кажется, довольно-таки сложный для государства тоже в плане ресурсов.